Сен Косплеер. Участники номер один. Сказка Барда Битля, Джоан Роллинг. Сказка о трёх братьях. Жили-были трое братьев. И вот однажды отправились они путешествовать. Шли они в сумерках дальней дорогой и пришли к реке. Была она глубокая, вброд не перейти. И такая быстрая, что вплавь не перебраться. Но братья были сведущими в магических искусствах. Взмахнули они волшебными палочками. И вырос над рекой мост. Братья были уже на середине моста. Как вдруг смотрят. Стоит посреди дороги кто-то, закутанный в плащ. И смерть заговорила с ними. Она очень рассердилась, что три жертвы ускользнули от неё. Ведь обычно путники тонули в реке. Но смерть была хитрая. Она притворилась, будто восхищена мастерством братьев. И предложила каждому выбрать себе награду за то, что они её перехитрили. И вот старший брат, человек воинственный, попросил волшебную палочку, самую могущественную на свете, чтобы её хозяин всегда побеждал в поединке. Такая волшебная палочка достойна человека, победившего саму смерть. Тогда смерть отломила ветку с куста бузины, что рос неподалёк. Сделала из неё волшебную палочку и дала её старшему брату. Второй брат был гордец. Он захотел ещё больше унизить смерть и потребовал у неё силы вызывать умерших. Смерть подняла камешек, что и лежал на берегу, и дала его среднему брату. Этот камень, сказала она, владеет силой возвращать мёртвых. Спросила смерть младшего брата, что он желает. Младший был самый скромный и самый мудрый из троих. И не доверял им смерти, а потому попросил дать ему такую вещь, чтобы он смог уйти оттуда, и смерть не догнала бы его. Недовольна была смерть, но ничего не поделаешь. Отдала ему свою мантию невидимую. Тогда отступила смерть и пропустила троих братьев через пуск. Пошли они дальше своей дорогой. И всё толковали промеж собой об этом приключении. Да восхищались чудесными вещицами, что подарила смерть. Долго ли, коротко ли, разошлись братья каждый в свою сторону. Первый брат странствовал неделю, а может больше, и пришёл в одну далёкую деревню. Отыскал он там волшебника, с которым был в ссоре. Вышел у них поединок. И ясное дело победил старший брат. Да и как могло быть иначе, когда у него в руках была вузильная палочка? Противник остался лежать мёртвым на земле, а старший брат пошёл на постояло двор. И там давай хвастаться, какую чудо-палочку он добыл у самой смерти. С ней никто не победит его в бою. В ту же ночь один волшебник пробрался к старшему брату, когда тот лежал и храпел, пьяный втрыск. Вор унёс волшебную палочку, а заодно перерезал старшему брату горло. Так смерть забрала первого брата. Тем временем средний брат вернулся к себе домой. А жил он один-одинёшенник. Взял он камень, что мог вызывать мёртвых, и три раза повернул в руке. Что за чудо! Стоит перед ним девушка, на которой он мечтал жениться. Да только умерла она ранней смертью. Но была она печальна и холодна, словно какая-то занавесь оттеряла её от среднего брата. Хоть она и вернулась в подлунный мир, не было ей здесь места, и горько страдала она. В конце концов, средний брат сошёл с ума от безнадёжной тоски и убил себя, чтобы только быть вместе с любимой. Так смерть забрала и второго брата. Третьего же брата искала смерть много лет, да так и не нашла. А когда младший брат состарился, то сам снял мантию невидимку и отдал её своему сыну. Встретил он смерть как давнего друга, и своей охотой с нею пошёл. И как раные ушли они из этого мира. Можно включать свет. Аплодисменты! Так, технические шоколадки. Поддерживаем, поддерживаем учащихся. Никто не занят. Так будет гораздо быстрее.